Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Стоит ли говорить о своей зарплате родителям? Мне 23 и живут с отцом в квартире. Мама, сестренка и бабочка живут за городом. Мама работает учителем, бабочка пенсионер. Работаю в МФО, не по профессии подработка. Зарплату получаю повысило. Сейчас суммы отправляю родителям. Кредиты и мелкие расходы. Точную сумму не озвучиваю. Также прохожу стажировку на работу по своей профессии. Работаю в неделю один раз по зарплате в медицинский персонал. Как быть? Стоит ли говорить полную сумму? А зачем? Это ключевой вопрос. Зачем? Тут на самом деле самые разные предположения. Есть предположения по поводу того, что у вас есть ощущение, что вы зарабатываете слишком много и вам стыдно. Тут могут быть истории о том, что вы не сепарировались эмоционально от моих родителей, ну, в частности, потому что живёте со своим папой. Вот. И, соответственно, как бы, ну, тут вот есть некоторые нюансы, конечно же. Вот. Есть предположения относительно того, что вы чувствуете себя должным своим родителям. Вот. Есть ощущение от того, что вы делаете что-то неправильно. То есть это вот какое-то... Какая-то такая получается эмоциональная привязанность к вашим родителям, которая не даёт вам в общем и целом свободно двигаться. Вот. Это важно, конечно, понимать. Как важно понимать и то, на мой взгляд, что у вас отсутствует или слабо выраженная личная граница. Вот. Почему? Потому что вопрос денег, вопрос денег. Это всегда вопрос личной границы. То есть это всегда вопрос того, где я, где ты, где мои границы, где твои границы. Вот. Это очень важно понимать. У вас это отсутствует. У вас это отсутствует. Раз вы хотите... Хотите... Говорить... Своим родителям, значит... Сколько вы зарабатываете. А что это касается... В целом, только вас и никого больше. Вот. Вы описываете, конечно, в этом смысле, ситуацию, в которой ваши родители, насколько я понял, разведены. Вот. Ну, или вместе не живут. Что вас тоже может травмировать. Вот. Вы описываете то, что... Значит, вы пишете, что... Мама работает учителем, бабушка... Пенсионер. Вероятно, вам, вот, стыдно, что вы зарабатываете, ну, больше. Вот. Хотя... Вам бы порадоваться. Еще очень важный момент, на который имеет смысл обратить внимание. Это момент, связанный с тем, из какого чувства вы отправляете деньги. Ну, вот. Своими родителями. То есть, это вы делаете, например, из благодарности. Или вы это делаете из чувства вины. Или вы это делаете из чувства долга. Долга. То есть, этого тоже нужно выяснить. Это тоже нужно рассмотреть. Потому что... Ну, влияние... Влияние... Этого... На вас, например, да? Может быть, достаточно... Достаточно сильным. Достаточно мощным. Вот. Это необходимо учитывать. Потому что... Если чувства, из которого вы отправляете деньги... является рэкетным... То есть, оно является... Ну... Скажем так вот... Эээ... Ну... Деструктивным, да? И... Так далее. Например. То это вам... Эээ... Тоже... Эээ... Может мешать. Понимаете, да? Какая штука. Эээ... На этом всё. Я... Надеюсь... что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью. Буду вам благодарен за обрядную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.